Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о двух чрезвычайно простых, но настолько же эффективных упражнениях, которые позволят вам легко, относительно быстро сесть на шпагат. Причем сделать это либо вообще без боли, либо редуцировав болезненные ощущения до минимума. Что же это за упражнения? Первое из них я называю визуализацией. И суть его в том, чтобы вы как можно подробнее представили то, что вы уже достигли желаемого. В случае со шпагатом вам нужно представить, что вы уже в нем сидите. Причем сделать это нужно с как можно большим ощущением физических подробностей. Почувствуйте, как ваши ноги касаются пола, как растягиваются ваши мышцы, связки. И вы легко и непринужденно опускайтесь на пол, садитесь на шпагат. Что вы при этом чувствуете? Может быть радость, счастье, гордость, удовлетворение? Насладитесь этим ощущением. Посмакуйте его. Повторяйте это упражнение как можно чаще. В чем его смысл? Дело в том, что, как показывает практика, человек не может выполнить те вещи, которые считает нереальными для себя. За годы вашей жизни у вашего мозга уже сложилось устойчивое представление о возможном и невозможном именно для вас. Воспринимайте это упражнение как своеобразную растяжку для вашего мозга. Чем больше человек верит в себя, в свои силы, чувствует, что он способен чего-то достичь, тем легче ему достигнуть результата. Второе упражнение. Как бы смешно это ни звучало, вам нужно научиться дышать при растяжке. Насколько я заметила, при болезненных ощущениях, естественно, реакция человека – сжаться, остановить дыхание, задержать его. Ни в коем случае так не делайте, если не хотите получить травму или растяжение. Дышите как можно более глубоко, спокойно, расслабленно. В йоге есть такой прием, когда вы с выдохом представляете, что расслабляете нужные мышцы и связки. Выдыхаете в них. Чем сильнее воздействие, тем больше внимания у вас должно уходить на ваше дыхание. Помимо того, что это действительно расслабляет и позволяет вашим мышцам и связкам растянуться на их максимум, вы отвлекаетесь от происходящего, перестаете паниковать, следить за тем, а не слишком ли сильно вам больно. В итоге, если вы правильно дышите, растяжка становится приятным, расслабляющим процессом, доставляющим вам удовольствие. Ну и напоследок, бонус. Как можно повысить эффективность своих занятий? Мое мнение, никогда не занимайтесь в одиночку. Обязательно идите в группу или найдите себе партнеров, соратников, желающих достигнуть тех же результатов, что и вы. Во-первых, растяжка вместе с партнером гораздо эффективнее. Во-вторых, вам будет банально веселее и приятнее это делать. И в-третьих, если уж предыдущие пункты не так сильно на вас воздействуют, то вам будет стыдно просто перед вашими товарищами бросить начатое на полпути. Желаю вам любых шпагатов и скорейших результатов. Удачи! Спасибо! Продолжение следует...